итак здравствуйте сегодня к нам попала в руки интересная игра эта игра детская поэтому мы открываем вместе с нашим ребенком который рад этой игре да итак давайте посмотрим что же там у нас есть игра называется о мышах и так поехали смотреть что же там у нас есть итак коробка очень тяжелая это даже я могу сказать да начинать посмотрим что же нам предлагается игра рассчитана от 1 до 4 человек время игры от 60 до 90 минут ну и возраст от 7 лет поэтому мы как раз подходим этот возраст и собираемся в него поиграть значит предисловим игры является что очень коварная колдунья ванестра заколдовала короля и посадила его принцев за решетку единственным спасением оказалось превратиться в мышей чтобы выбраться из этого подземелья и так начинаем смотреть что же там у нас есть точно уже хочется конечно же коты и так первое что мы видим это у нас правило игры правило у нас оформлена красиво все очень ярко не знаю как насчет описание но я думаю что раз игра для детей то должно быть и описание должно быть достаточно простым и так держи смотри дальше следующее это большая книга которая будет описываться все наши путешествия все приключения которое нам предстоит выполнить ну здесь чтобы сильно не спойлерить рассматривать мы их не будем очень подробно просто посмотрели что книга очень большая всего 57 страниц поэтому играть мы будем очень долго я надеюсь что нам эта игра будет очень долго приносить удовольствие и так что же мы видим дальше видим и дальше поле которое будет у нас происходить отсчет ходов и отсчет инициативы поле составное как видите занимает очень много места плюс еще здесь у нас есть место для сыра которые копят враги так враги сейчас посмотрим на врагов подожди так ну затону жетоны поля у нас сделано очень хорошо очень добротно плотно не гнущиеся и красивые как будто деревянные дальше у нас идут двусторонние поля на которых мы будем играть то есть у нас могут быть например вот такие вот приключения мы выставляем вот здесь да будем играть мышками ходить потом переходить в другую комнату и продолжать там играть нам же надо выбраться из подземелья и так далее и так далее поля в общем-то выглядит достаточно хорошо все красиво нарисовано да чувствуется что тяжесть как раз это из-за них взвесь тяжело но это хорошо тяжелые поля очень прочно лежат на еще есть такая обложка так да здесь будут всякие жетончики все что мы будем находить все что мы использовать ну и кстати говоря мы видим сыры мы видим то что они еще и запакованы ну что ж достанем нож подожди нет пакетики это не лишнее конечно здесь ничего лишнего нет пакетики как раз для того чтобы потом хранить наших героев мышек и прочего нет для мышек есть свой пакет а он наверно для и наверно для жетонов ну вот видишь ты сама обо всем догадалась ну да да и как это когда я стала сказать что это такое там потому что мне тяжело так сидеть и ничего не говорится так ну что давайте посмотрим да это отсчет ходов конец головы ну выдавливается немножко тяжеловато тяжеловато надо будет все делать аккуратно потому что я так понимаю затиры могут а вот это часть наверняка чего это тоже для игры да тоже вещи вот видите сейчас сфокусируется есть небольшие конечно же задели это нехорошо ну вот такой же тончик это что у нас это не мышеловка мышеловка так ну вот сердечки тоже ого остаются достаточно тяжело надо быть аккуратнее а у меня все просто остается все просто он конечно тебе повезло так аккуратнее аккуратнее ну что вот здесь могут все уберем это мы посмотрим чуть позже это мы достанем аккуратненько да ты будешь мне помогать так ну что теперь наверное самое интересное да давай достанем вот эти вот фигурки это потом ну не заберем все итак что у нас там у нас там ключи фигурок и эти еще там злодеи и всякие добрые которые превратились нашим отважным мышкам какая змея это не змея это скалопендра а вот а вот это так ну ка давай искать наших мышек так я так думаю что я так думаю что вот эта вот наша мышка и вот эта о моем вкусе вот эта вот это ой вот это это тоже должно быть да вот их все видишь шесть наших героев а вот злодеи это все злодеи ну а вот эти маленькие фишечки это тоже злодеи это кто скорпион если я скажу таракан это да да ну и крысы ну в общем то говоря очень детализировано все хорошо если их еще и раскрасить что будет отлично 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 так ну и оу страшные пауки и мы их конечно расставим как по героям так ну что понравились все фигурки будем такими играть да так пошли дальше аккуратно так аккуратно конечно сейчас аккуратно распакуем так ну во первых смотрим что у нас здесь здесь я так понимаю карты экипировки ну вот карты у нас запакованы открываются достаточно сложно нет да все таки папа постарается как нибудь поаккуратнее открыть да так ну вот значит это карты нашего снаряжения все что мы можем здесь найти чем мы можем сражаться да так качество карт достаточно тонкие под лен ну тонкие но прочные конечно так тут же у нас события которые мы выбираем когда собираем определенное количество сыра так ну карты достаточно сделаны хорошо нам нравится да так поехали дальше вот это у нас это много меньше и тоньше да да сейчас попробуем вау какие карты какие есть так вот это у нас карточки врагов карточки да карточки наших мышат они нужны для того чтобы смотреть на свои характеристики ну и плюс они располагаются они располагаются на линейке инициативы наверное вот так карточки точно такого же качества но только чуть поменьше так вот вот здесь вот вот мы будем смотреть сколько же нас здоровье сколько у нас да И еще у этой карточки не три, все здоровье, а четыре Молодец, это значит, что это самая сильная мышка Да Ну и на обратной стороне, смотри-ка, здесь написано, кто это такие Бывший солдат, севачий участник НЭЗ Участник бесчисленных приключений, на память которых, о которых на его теле осталось множество шрамов Видишь, мы можем перевернуть и почитать Но только имена, написанные у них, дальше выступают Да, конечно, чтобы мы знали, как их зовут, и кем мы играем Да, и даже не переворачивать на ту сторону Угу, так Но дальше мы смотрим, что у нас еще вот такая же колода, но только с другими названиями Эти карточки, в общем-то, я так понимаю, что они точно такие же, вскрывать их смысла нет Поэтому давайте перейдем к кубикам Последнему, это кубики Нравится их бросать кубики? Да Особенно, когда я бросаю кубики Вот, этими кубиками мы будем и ходить, и сражаться, и защищаться от врагов Так, ну, кубики пластиковые, хорошие, добротные Выдавлен рисунок, а не нарисован, не напечатан Поэтому не сотрется долго Качество кубиков очень хорошее Да, молодцы те, которые их делают Да А, кстати Итак, подводим итог Качество компонентов у нас хорошее Единственное, когда будете доставать жетоны, постарайтесь делать это аккуратно Ой, ну, где? Да, нашел, где? Ой, ну, кто тут еще? Куча хороших Основные все враги Итак, это был обзор о мушах и тайнах Ну и приглашаем вас играть с нами Всего хорошего, до свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!